Здравствуйте! Вы смотрите новости. С вами Анна Маскаленко. Перейдем к выпуску. 50 лет исполнилось Рубцовскому онкологическому диспансеру. До его открытия в городе был лишь кабинет помощи онкобольным при Алтайском тракторном заводе. Сейчас диспансер располагается в двух корпусах. В нем работают 186 медицинских сотрудников. Кадровый состав поликлиники и стационара ежегодно пополняется новыми специалистами. Семь человек у нас на целевом обучении находятся на разных годах обучения в нашем университете медицинском. Но часть сотрудников нам удалось привлечь из других регионов. Благодаря достаточному медицинскому оснащению и кадровому потенциалу в Рубцовском онкодиспансере выполняют до 800 операций различного профиля и уровня. Медперсонал принимает около 30 тысяч пациентов в год. Это жители Рубцовска и еще 11 других районов региона. Пока многие компании прекращают производство своих товаров в России, в Барнаульском лечебно-исправительном учреждении номер один его наоборот активно развивают. К примеру, расширяют швейное производство. В цехе сделали ремонт и дополнительно установили 16 швейных машин. Еще в прошлом году закупили новое оборудование на средства, выделенные по федеральной целевой программе. На них приобрели прямострочные машины, обмёточный оверлок и парогенератор. В планах покупка ленточной раскроечной машины. Отшиваем летние костюмы, зимние костюмы, куртки, жилетки и разный сортимент, который они предоставляют. Мы исполняем любые разовые заказы, но от любых простых элементарных вещей это от простыни до сложного изделия, то есть до любого костюма. Сейчас на швейном участке трудятся 47 осужденных. Благодаря новому оборудованию количество рабочих мест увеличилось до 84. Кстати, швейное производство одно из ведущих в уголовно-исполнительной системе нашего региона. Оно работает на базе шести учреждений в Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске и Селе Шипунова. Больше 700 алтайских библиотек получат книги. Это новые издания, выпущенные за последние два года. Среди них книги по медицине, технике, искусству и науке, а также художественная литература отечественных и зарубежных авторов. Всего на них выделили около 17 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Новый лекторий об изобразительном искусстве начался в Барнауле. Он посвящен отечественной светской живописи с 18 века по советское время. Их автор – культуролог Лидия Рыжова. На первой встрече слушатели узнали, как в России появилась академическая живопись и научились отличать главных портретистов 18 века. До сих пор выходят диссертации, которые так или иначе переосмысливают полностью даже наш взгляд на историю искусства. Я, собственно, в основном пользуюсь как раз последними исследованиями, последними книгами искусствоведов, которые вышли буквально там, ну уж точно в 21 веке. И лучше, если в десятых годах, чтобы не отставать от того, что происходит. Лекторий – часть проекта «Культурный код». Он включает мастер-классы по живописи, а также интеллектуальные квизы. Проект поддержан грантом президента Российской Федерации. Все лекции проходят в молодежном каворкинг-пространстве «Ёж». Следующая – во вторник, 22 марта. Вход на нее свободный по регистрации. Для слушателей старше 14 лет. Сегодня, 21 марта, Всемирный день поэзии. В Краевой библиотеке имени Шишкова его отпразднуют презентациями поэтических сборников и выступлениями молодых авторов. «Краеугольный камень» – это четвертая книга Александры Малыгиной. Она издана благодаря победе в конкурсе на издание литературных произведений в номинации «Поэзия». Представить сборник помогут отец и брат Александры. Они исполнят песни на ее стихи. А сразу после презентации Александра представит молодых барнаульских авторов на поэтическом стихийнике. А я на этом с вами прощаюсь. Хорошего вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok